Итак, в прошлый раз мы с вами настроили две сетевые карточки на сервере Ubuntu для того, чтобы он мог раздавать интернет и маршрутизировать запросы из одной сети в другую. Сейчас мы подключим к этой всей конфигурации одну машину под управлением Windows 10 и настроим политики двух цепочек IP-Tables. Итак, напомню нашу конфигурацию. Картинка та же самая, только поясню то, что наш сервер с кирпичной стеной — это наш Firewall Ubuntu. У него две сетевые карточки. Одна ENP0S3 смотрит в якобы внешнюю сеть. Треть — это сетевой мост в мою реальную локалку с моим реальным маршрутизатором. Вторая сетевая карточка — ENP0S8 с IP-шником, который мы назначили через соответствующий файл конфигурации в прошлом видео. IP-шник 192.6.8.0.10. Эта сетевая карточка смотрит виртуальная сеть Интернета. Сейчас мы к этому всему добавим один из компьютеров на картинке. Это будет клиент Windows 10, которому мы назначим IP-адрес 192.6.8.0.1. Но чтобы нам было как-то интересно, в этом же видео мы будем говорить о цепочках. И я напомню, что у нас есть цепочки Input, которые отвечают за пакеты, которые адресованы нашему хосту Firewall. И есть цепочка Forward, которая относится к всем пакетам, которые через него проходят. Из локалки наружу или снаружи в локалку. Вот для этих двух цепочек мы сейчас и настроим политики. Итак, еще раз я вам показываю. Ubuntu Server у него две сетевые карточки. Вот они. Одна — сетевой мост, якобы интернет. Вторая — внутренняя сеть Интернет. Это виртуальная локалка. И Windows 10 подключена к этой же самой внутренней сети Интернет, то есть к виртуальной локалке. Вот наша машина по управлению Windows 10. Мы сейчас назначим ей IP-шник. Мне приходится немножечко подурацки это делать, потому что на экран не помещается вся картинка. Значит, для протокола IP-версии 4 я указываю IP-шник в том же диапазоне, чтобы у нас могли машины видеть друг друга. И указываю в качестве шлюза, собственно, мою Ubuntu. Ну и сейчас могу заранее указать в качестве DNS тоже мою Ubuntu, потому что в локальной сети сейчас ничего у нас больше нет. Нажимаю ОК, нажимаю Закрыть. Могу разрешить доступ к компьютерам, чтобы нам было удобно в нашей локальной сети. И сразу же давайте отключим Firewall, чтобы он не мешал нашим запросам. То есть на Windows 10 я отключу сейчас. Скажу, что и в частной сети, и в общественной сети нужно BrandMauer отключить, чтобы он нам не мешал. Готово. Можно переходить к Linux. Для того, чтобы наша Ubuntu могла пробрасывать пакеты из одной сети в другую, нам нужно разрешить форвардинг IP-версии 4 между сетевыми интерфейсами. Для этого нам нужно отредактировать файл конфигурации нашей Ubuntu. sysctl.conf И в нем найти строчку netipv4 forward. Вот она, не так уж далеко. Равно единице, то есть включить, да, и у нас будет включен форвардинг между интерфейсами. Для того, чтобы этот параметр применился, нам нужно выполнить команду sysctl slash slash system. Готово. Вот у нас параметр, вот он применился. Теперь нам нужно точно так же, как в Windows, мы выключили встроенный Firewall, выключить встроенный Firewall в Ubuntu. В Ubuntu это UFV. Это, в принципе, очень удобный, очень приятный такой uncomplicated Firewall. В нем очень понятный синтаксис, но наше дать сейчас разобраться с IP-tables, поэтому UFV мы выключаем. Пишем superuser.do или substitute user.do. UFV disable. Все, Firewall у нас остановлен и убран из автозапуска. Теперь у нас нету UFV. И теперь мы можем посмотреть текущие настройки нашей IP-tables. Мы не будем сейчас указывать много ключей, и мы просто посмотрим правила для цепочек базовых. IP-tables, минус L, лист. Выведи мне правила. И мы видим три наши основные цепочки. Input, Forward и Output. То есть прерутинг и постерутинг мы пока не видим, потому что мы здесь работаем только с таблицей фильтр. Об этом я скажу в следующий раз. Так вот, у нас политика для Input Accept, то есть принимать, разрешать для Forward Accept и для Output Accept. То есть у нас сейчас, в принципе, разрешено все в нашей Ubuntu. Проверим спинг с машины Windows. Запускаю командную строку и говорю в командной строке ping у меня IP-шник Ubuntu 192.168.0.10. И вижу, что ping идет. Скажу, чтобы он запустил нам ping бесконечный. Вот так вот. И пойду работать с политиками. Теперь я хочу установить политику для цепочки Input таким образом, чтобы все входящие пакеты отбрасывались. Но так как я сейчас подключен к этой машине через SSH, через PuTi, меня тогда выбросит, и я не смогу записывать дальше урок. Поэтому я сейчас быстро вставлю правило, которое разрешает мне подключаться через SSH. Его синтезис я вам расскажу в следующий раз. А сам тем временем включу политику Drop для цепочки Input. Я скажу SuperUserSubstituteUserDo, IPTables, минус P, Policy для цепочки Input, Drop, нажимаю Enter, и могу сразу же проверить ключом минус L мои правила. И вижу то, что политика стала Drop, и вот мое правило для разрешения SSH. Тем не менее, так как политика стала Drop, у нас должен был прекратиться ping на Windows. Вот я переключаюсь на Windows, и видите, ping остановился, ping больше не идет. Правила IPTables применяются у нас моментально. Сразу же, для того, чтобы у нас был такой хороший фаервол, который по умолчанию все запрещает, у нас в фаерволе обычно есть нижнее такое правило, которое запрещает все, а потом сверху мы делаем уже правила, которые что-то разрешают. Нам нужно точно так же установить политику Drop для цепочки Forward, чтобы все пакеты, проходящие насквозь через наш IPTables, тоже по умолчанию дропались. Output оставим Accept, потому что, если я вдруг захочу работать на своем Ubuntu, на самом фаерволе, чтобы у меня оттуда все было разрешено. То есть, вот у нас две политики Drop. Ну и прежде, чем закончить этот урок, давайте мы все-таки разрешим входящий ping. Опять же, сделаем правило, аналогичное тому правилу SSH. Я скажу SuperUserDo, IPTables, опять обращение к нашей утилитии управления над фильтром, минус A, Add, добавить правило, в цепочку Input. Добавить правило в цепочку Input. Для протокола, P маленькая, обратите внимание, тут имеет значение регистр. Протокол ICMP, это тот протокол, через который работает у нас ping. Минус Y, действие, или J, как некоторые из вас ее называют, Accept, разрешить. Нажимаю, иду на Windows и проверяю, ping должен был пойти. И вижу то, что вот ping сразу начал бежать. Останавливаю ping, он нам больше не нужен, возвращаюсь в Ubuntu. Таким образом, у нас сейчас с вами есть правило, следующее. У нас с вами есть две политики Drop, мы с вами сделали, и два правила разрешающих. Я разрешил SSH, и я разрешил протокол ICMP для ping. SSH я сделал для того, чтобы мог работать через пути. Важный момент, если вы сейчас решите перезагрузить эту Ubuntu, все эти правила сотрутся, потому что это IPTables, а в Ubuntu есть свой родной UFV. Для того, чтобы нам в следующий раз заново не делать все то же самое, мы скажем SuperUserDo IPTables Save команда, сохранить. Можно просто написать IPTables Save, и она нам выведет перечень правил в немножко другом виде, о котором мы в следующий раз поговорим. Но мы с вами скажем SuperUserDo IPTables Save, стрелочка сохранить куда? Допустим, в мою домашнюю папку home simaev iptables . backup. Вот так мы их сохранили, и можем даже посмотреть эти наши IPTables Backup. На следующем занятии продолжим с того, что мы загрузим правила отсюда, и будем работать с ними. Итак, что мы с вами сделали? Мы настроили Windows, для того, чтобы она находилась в одной локальной сети с нашей машиной Ubuntu. На Ubuntu мы установили политику Drop для всех входящих пакетов и пакетов, проходящих через Ubuntu, и затем создали два правила, разрешающих подключение через SSH и разрешающих пинг до нашей Ubuntu. Причем мы не указали, из какого именно интерфейса, и у нас просто сейчас пинг разрешен по обоим сетевым карточкам. То есть, в принципе, из интернета сейчас тоже можно пинговать эту машину, если до нее проброшен маршрут. Ну и напоследок мы сделали с вами IPTables Save, сделали резервную копию наших правил IPTables, чтобы в следующий раз их подгрузить для дальнейшей. Если у вас возникли вопросы, пишите, буду все рассказывать.